Итак, всем добрый день, очень рад вас видеть. Меня зовут Алексей, ко мне можно обращаться на «ты». Я сейчас проведу вам теоретическую лекцию, занятие по аварийно-спасательной подготовке, борьбе за живучесть судна и, возможно, если время останется, немножко пробежим по вопросам первой помощи. Немножко о себе. Я в свое время послужил в МЧС, я был начальником поисково-спасательного отряда, имею достаточно большой опыт осуществления аварийно-спасательных поисково-спасательных работ, в том числе на воде, на акватории. Я в Москве побыл начальником поисково-спасательной службы «Восвод», командиром мобильной поисково-спасательной водолазной группы, послужил на военно-морском флоте, исполнял обязанности начальника водолазной службы первого научно-спасательного полигона военно-морского флота. Биография достаточно у меня такая бурная была творчество. Я к тому, что я владею предметом, если у кого-то сомнения есть. И у нас был очень позитивный опыт общения с экипажем «Триумфа». Я осуществлял тренинг по аварийно-спасательным работам и по первой помощи по борьбе за живучесть. Там некоторые вопросы тоже были, по-моему, в 2016 году, да, Алексей? Да. Насколько я помню, да, в 2016 году. Вот, если эта тема окажется интересна и вам, и, прежде всего, капитану Сидоровскому, я думаю, нас ждет плодотворное сотрудничество и масса интересных полезных мероприятий. Вот. Значит, я должен понять, скажите, пожалуйста, вы постоянный экипаж «Триумфа» или вы сейчас просто, ну, статус вольных слушателей имеете, просто приходите, мне просто для чего это нужно? Мне важно понять ваш уровень морской подготовки для того, чтобы я мог использовать термины, понятные всем, ну и, скажем так, уровень подготовки аудитории в среднем. Так можно понимать. Нулевой. Нулевой, да? Экипаж «Триумфа» – поднимите руку. Экипаж «Триумфа» – ну, это знакомые лица, родные уже, можно сказать, остальные уровень нулевой, правильно я понимаю, да? Добро. Значит, давайте сделаем так. Я не буду сейчас там закатывать глаза, какие-то умные фразы придумывать, там, терминами сыпать и так далее. Будем на простом разговорном русском языке, нормативную лексику использую, общаться. Хотя в процессе аварийно-спасательных тренировок у нас не нормативная лексика присутствует тоже, но это отдельный вопрос. Что мы сегодня с вами вскользь изучим? Значит, первое. Мы с вами оговорим, к чему нужно быть готовым, находясь в составе экипажа судна, точнее корабля. «Триумфа» является кораблем. Чем, кстати, отличается судно от корабля? Кто-то нас скажет. «Корабль на судне, я понимаю, это военная судна, которая военная морском форте используется?» Ну, если на судне находится вооружение, это уже по определению корабль, а на «Триумфе» есть пушка. Все, «Триумфа» это уже корабль. «Триумфа» — это корабль, это трех морского форта. Совершенно верно. Да, «Брих» является кораблем, еще по определению. Нет. Почему? Триумфа. Вооружение кораблем парошное от трех морских. На «Триумфе» есть пушка? Я говорю, по какой классификации? Так, все, я понял, я сейчас уступлю вам место. Ладно, значит, просто я триумф буду называть кораблем. Мы определяем с терминологией. Это первое. Значит, мы с вами оговорим, что вы должны уметь, знать, иметь при себе в качестве членов экипажа триумф. Корабля триумф, брига триумф, славная брига триумф. И немножечко задел на будущее. Я проговорю те учебные вопросы, пока теоретические, которые в будущем, если на то будет воля капитана, мы отработаем практически на акватории. Итак, аварийно-спасательная подготовка. Судно-корабль является островком, скажем так, цивилизации, жизни, культуры в остро-агрессивной среде, не предназначенной для жизни человека. Это акватория, это море. Вода жизнью несовместима. Масса вредных, опасных факторов она в себе несет. Это, прежде всего, ну, понятно, что живой организм, для которого вода не является родной стихией, попадая в воду, некоторое время держится на плаву, потом он тонет, захлебывается, таким образом гибнет. Чем вообще, ну, так, издалека зайду, ситуация на воде опасна. Вот чем отличается автомобиль, да, вот, например, он сломался посреди дороги, ну, вы что, дверку открыли, там, бросили, вы пошли. А с кораблем так не сделаешь, вокруг вода. Нужно или стать резко святым, или, наоборот, очень плохим человеком, чтобы не утонуть. Я знаю, что экипаж «Триумфа» состоит только из хороших людей, так что вам это не грозит. Вот. Прежде всего, что нужно знать? Запишите, пожалуйста, если вы ведете конспекты. Аварийно-спасательные средства, с которыми вам придется столкнуться, на корабле. Аварийно-спасательные средства, там их целая линейка, они делятся, там, на средства подачи сигналов, средства поддержания плавучести, там, борьбы за живучесть и так далее и тому подобное. Мы сейчас говорим о средствах, которые позволяют оставаться на плаву. Значит, первое, индивидуальное аварийно-спасательное средство. Индивидуальное аварийно-спасательное средство. Это спасательные жилеты. Их существует великое множество конструкций. Они бывают надувные, пенопластовые, из пенополиуретана, из неопрена, там, массы всяких разных. Кто не знает, как выглядит спасательный жилет? Все знают? Отлично. Значит, спасательные жилеты. Каждый член экипажа должен быть снабжен спасательным жилетом. Каждый член экипажа должен знать, где находится его спасательный жилет. И при определенных ситуациях спасательный жилет одевается обязательно, по-любому. Это общесудовая тревога, когда все по тревоге собираются, каждый хватает свой спасательный жилет, на бегу одевает и строится в указанном капитанном месте, заранее которое оговаривается. Как правило, это на палубе. Значит, если человек спит, спасательный жилет должен быть на расстоянии 8-й руки. Как правило, его в качестве подушки используют или где-то он рядом с койкой находится. Подчеркиваю, каждый член экипажа обязан иметь спасательный жилет. Это понятно, да? Второе. Спасательный круг. Знаете, о чем лечь идет, да? Все видели спасательный круг? Для чего он нужен, можете сказать? Чтобы держаться на плаву как можно дольше. Чтобы держаться на плаву как можно дольше. А еще? Чтобы вытянуть человека на борту. Вытянуть куда? На борту. Так, я понял. Основная функция спасательного круга, это если человек упал за борт. К этой ситуации мы еще вернемся. Для того, чтобы он тут же не ушел ко дну, если он без спасательного жилета, ему бросают поддерживающие средства. Что-либо, что плавает. Вот штатное поддерживающее средство, это спасательный круг. Он находится на палубе, их несколько штук всегда находятся на видных местах. Они окрашены в сигнальный цвет, как правило сейчас по ГОСТу, по International Orange, так называемый, международный оранжевый. Спасательный круг берется и бросается потерпевшему, если он оказался за бортом. Причем бросается таким образом, чтобы по голове его не треснуло, то есть не прямо в лицо вообще кидается, а рядом, так чтобы человек, увидев, что ему бросили спасательный круг, мог за него зацепиться, ухватиться и таким образом оставаться на плаву. Третье. Конец Александрова. Слышали такую штуку? Да, конечно. Конец Александрова. Конец Александрова это линь, ну веревка, скажем так, диаметром где-то, ну она достаточно толстая должна быть и при этом еще не трос. То есть диаметр ее где-то, я думаю, миллиметров 10-15 должен быть веревка, по длине она метров 10, и на конце, как правило, делается петля, вот такая, с двумя поплавочками, небольшенькими. Для чего он нужен? Кто мне скажет? Что будет держать спасательный круг? Ну, давайте думать. Человек выпал за борт, мы бросили ему спасательный круг, он цепился в спасательный круг, орет, спасите, помогите, как мы его затащим за борт? При помощи веревки. При помощи веревки, совершенно верно. Вот конец Александрова, он для того и нужен, для того, чтобы бросать его пострадавшему, вот эта часть остается на плаву, почему петля, за нее проще зацепиться каким-то образом, продеть руку, на себя ее напялить. И таким образом можно подтащить пострадавшего под борт, ну и там уже спустить трап или еще каким-то образом стащить его на борт. Так, и третья. О, четвертая, отставить. Существует такая штука, мы ее брали в осводе, если вы посмотрите видеоролики или фотографии с аварийно-спасательного тренинга. Это такой оранжевый костюм, такой немножко смешной, похож на водолазный или там на скафандр. Называется спасательный гидротермокостюм. Спасательный гидро-термо-костюм. Представляет кто-нибудь, кто не участвовал в тренинге, как он выглядит? Представляете, да? Это гидротермокостюм, который одевается прямо на одежду, он такого оранжевого цвета, у него там вклеены сапоги, как правило, варежки сразу вклеены, такие смешные трехпалые, как правило. Если существует опасность, что судно пойдет ко дну или необходимо выполнить какие-то спасательные работы на воде, человек быстро может его надеть прямо на одежду, сбросив фенец на обувь, обувь туда какая она вставляется. Он одевается на себя, там такие подтяжки, вставляются руки, это что он одевается, застегивается, это все. И можно прыгать в воду. Фишка в чем? Почему гидротермокостюм? Вода не проникает внутрь, под него. Это не мокрый, не мокрого типа костюм водолазный, когда человек мокнет и все равно теплообмен с водой не осуществляется в той мере, если бы он не имел этого костюма. То есть в нем достаточно долгое время можно находиться сухим в воде, причем без тренировки, без привычки, достаточно масса необычных впечатлений. Если ты плаваешь на воде, так смешно не утонуть, не погрузиться, несколько нелепо, это все неудобно. Тоже по идее, по-хорошему, на каждого члена экипажа должен быть гидротермокостюм. Потому что мы живем в северных широтах, вода у нас редко прогревается больше 20 градусов, и гидротермокостюм позволяет выживать в течение нескольких часов при очень холодной воде, даже при минусовой температуре. Вода бывает, когда она соленая, а в северных морях она имеет отрицательную температуру, она не замерзает при миллиградусах. Ну, у нас, соответственно, тоже переохладиться можно запросто, это основной поражающий фактор водной среды переохлаждения, ну, помимо захлебывания, конечно. И гидротермокостюмы, они тоже, по идее, должны быть на борту. Алексей, есть у вас на борту гидротермокостюмы? Никак нет, есть один северский, сухой гидротермокостюм. Я понял, ну, это где-то близко, но немножко не то все-таки. Я понял. Так, это индивидуальные, ну, это аварийно-спасательные средства, о которых, о существовании которых вы должны знать. Это, скажем так, мелкие средства из крупных средств. Пятый, на триумфе, насколько я помню, есть ПСН, поисковый, господи, плод спасательный-надумной, ПСН, есть, да? Есть. Спасательные плоты. Спасательные плоты. Знаете, что такое и как выглядит? Видели? Чем втирается данный маркет? В общем, смайлик, да? Сейчас я вам буду рассказывать о том, как построен спасательный плот. Спасательный плот, если вы присмотритесь к судам, кораблям, которые здесь даже на набережной стоят, вы заметите на них вот такие вот бочки. Кстати, с этой бочкой, кстати, тоже был прикол такой. Сейчас расскажу. Выглядит они вот таким образом. Вот дырочка по-флотски шпиджат, и вот конец линиток куда-то выведен. Они, как правило, закреплены специальными креплениями на борту и находятся в доступных местах на палубе. Я видел эпизод, когда человеку, который не владел морской терминологией, сказали, иди на бак. Он подошел и встал на спасательный плот. Ему сказали, что делать, что бак говорит. Человек пошел на бак. Вот. Как этот плот устроен, как он действует? Значит, два варианта его применения. Первый. Если на корабле объявлена шлюпочная тревога, это значит, экипаж должен эвакуироваться с корабля. Значит, все. Ну вот кирдык, корабль идет ко дну, его уже не спасти. Или там горит. Нужно всем резко сваливать. Любой член экипажа должен уметь привести в действие спасательный плот. Они бывают разные. Они бывают на 10 человек, на 20 человек. Вот на пассажирских судах здоровенные такие плоты. Что для этого делается? Ну, тут, как правило, есть какое-то устройство открепления, достаточно позволяющее быстро и просто вот эти вот крепления как бы сбросить. Как правило, там или педалька такая красненькая, или колечко там какое-то нужно выдернуть. Потом эта штука сваливается за борт. И два варианта открытия. Либо уже выбрасывая за борт, этот линь выдергивается, и плот срабатывает. Либо нужно прыгнуть за борт. Ну, естественно, в спас-жилете или там в юртемо-костюме. И уже у плавающей вот этой вот укупорки выдернуть линь. И произойдет следующее. Плот разваливается на две вот такие вот клубочки. Ну, как бы бидыщ, развалился он, да? Там внутри срабатывает клапан, который из баллона с сжатым воздухом. Нет, там не сжатый воздух, топом углекислота, насколько я помню, не столь важно. Надувает следующую конструкцию. Он, как правило, овальной формы. Вот такой вот. Несколько вот таких вот надувных бортов. Внизу надувается киль. Причем, как бы он надувается, он сразу заполняется забортной водой, ну, чтобы для придания остойчивости плоту. Внутри него надувается либо вот такая арка, либо несколько таких арок. И все это превращается вот в такую вот плавающую палатку с открытыми входами. Понятно, да? Вот вход. Вот это вход. Вот. И вот так вот он плавает на воде. Вот. Все бы ничего, но есть ряд опасностей, связанных с применением плота. Во-первых, при сильном ветре и волнении плот может отнести их сразу от борта. То есть это нужно контролировать. Плот сбросили, ввели его в действие. Там один человек туда успел запрыгнуть, у него парусность достаточно большая, вообще шеху унесло. Он там уже на горизонте где-то маячит и так далее. То есть, как правило, первый человек, который оказался у плота, или который залез на плот, он должен протянуть конец на корабль, тонущий, терпящий бедствие, для того, чтобы просто банально как бы плот не отнесло, и остальные члены экипажа сумели добраться до плота и в него залезть. Плот, он вообще как бы такая штука непотопляемая. То есть, если его закрыть, он достаточно герметичный внутри, в него вода не проникает, его можно колбасить волнами неограниченной высоты. Его можно там вообще, как бы там пытаться перевернуть. Он очень устойчивый. Перевернуть его, конечно, можно, но это нужно изгониться. Я не знаю, как потом нужно надругаться, чтобы его перевернуть. Вот. Что еще есть на плоту? На плоту существует НАЗ, так называемый, неприкосновенный аварийный запас, сигнальные средства, радиосредства, плюс дополнительное оборудование, отдельные вещи. НАЗ. Из чего состоит НАЗ? Ну, НАЗ, прежде всего, это запас воды. Там, в зависимости от производителя и укладки плота, вода бывает в консервных банках. Вот реально такая консервная банка, как в тушенке. Там буль-буль-буль, там вода написана. Вода питьевая, применять в крайнем случае. Вода бывает в таких пластиковых упаковках, типа мешка такого целлофана с водой. Ну, как от капельницы, может видели, медицинские. На плоту обязательно запас пищи пролианта. Как правило, туда входят высококалорийные продукты, сбалансированное питание. Из, скажем так, разносолов туда входит шоколад обязательно, там, сублимированное мясо, какие-нибудь там углеводы, типа там, конфет, ну, такое то, что быстро углеводы, то, что называется. Плюс, в последнее время в плотах суточный рацион входит в состав НАЗа в виде такого брикета. Брикет, он по размерам как кусок мыла, такого бежевого цвета, очень плотный. Вот, слопав один этот брикет, он на вкус такой сладковатый, такой, я даже не знаю, что напоминают, то ли халву, то ли что-то такое, то ли чербет какой-то, пересушенный. Слопав такой брикет, человек получает суточную дозу килокалорий, ну, энергетическую дозу, для того, чтобы в условиях малой подвижности, там, переохлаждения, ну, по крайней мере, не умереть. А в числах это сколько? М? В числах это сколько калорий? Так, давайте прикинем, сейчас я вспомню. По-корому? Я по брикету, потому что у всех разная норка. Ну, вообще, как бы, средняя норма калорий, напомните мне, около 2000 калорий, по-моему, 2200, если там экстремальные нагрузки, там до 5000, насколько я помню, калориев, ну, и там где-то, я думаю, 1003 калорий есть в этом брикете. Я физиологию так подзабывать начал уже. Вот. Значит, что еще в аварийный запас ходит? Уносим неприкосновенный аварийный запас, там аптечка. Аптечка с инструкцией, там медикаменты, как правило, там средства от укачивания, потому что это актуальная очень проблема на спасательном плоту, там средства обеззараживания воды, как правило, антибиотики, там жаропонижающие, кишечные, ну, весь набор препаратов, который может пригодиться в своих автономном существовании. При аптечке обязательно есть инструкция, там просто прям в табличной форме расписано, там молитв живот, съесть таблетку номер один, там и так далее. Ну, как бы для неквалифицированного человека все расписано. Так, что еще у нас входит? А, обязательно там в спасательном плоту есть инструкция по выживанию на море. Это такая брошюрка, как правило, зламинированное, которое не промокает, с коей следует ознакомиться. Также в состав НАЗА входят рыболовные снасти, рыболовные снасти средства выживания. Средства выживания, там, насколько я помню, там источник огня, там сухой спирт, разогревалки, каталитические всякие грелки есть. Можете, видели, американские сухпайки наши сейчас тоже стали делать, там, как бы, пакетик такой, его нагреваешь, туда заливаешь воду, его можно там приложить, скажем, к еде, и он нагревается настолько, что еда делается, если не горячая, то теплая, туда прям пар валит. Что еще входит в состав плота? Гелиограф. Гелиограф, да, сейчас это средство сигнализации, сейчас вернусь к гелиографу, значит, обязательно в состав плота входит плавучий якорь, тему плавучего якоря мы отдельно сейчас еще обсудим, значит, это в виде такого парашютика небольшенького, с грузиком, для того, чтобы парусность достаточно большая у спасательного плота, для того, чтобы он не дрейфовал по ветру, просто не носился там по океану, а то сигнал СОС приняли, например, в одних координатах, ветер подул, а плоту не смотрят, вообще, чержа знает куда, и там аварийно-спасательная операция уже проводится, и никак не могут найти. Вот этот парашютик, находящийся в воде на небольшой глубине, он препятствует дрейфу. Это понятно, да? Вы задавайте вопросы, если я непонятно объясняю. Не понятно. Понятно, да? Значит, там еще есть весла, достаточно трудно грести на этой фигне, но весла есть. Там есть спасательное покрывало, точно совершенно, знаете, да, термосы, такие серебристые мешки, куда можно залезть, и в жару будет не жарко, а на холоде будет не холодно. Вот, и теперь сейчас мы вернемся к сигнальным средствам. Еще насос и ведро. Насос и ведро, да, совершенно верно. И губка. А, да, и губка. Там находится губка, но не для того, чтобы мыться. Там скапливается конденсат. А, еще опреснитель, ну, конечно, опреснитель, да. Опреснитель. Опреснитель. Они разного вида есть. То, что видел я, там такая интересная клуба. Выглядит она следующим образом. Она туда наливается морская вода во внутреннюю колбу. Значит, здесь дырочка. Не помню, как-то там, по-моему, через бок она наливается. Смысл в чем? Эта штука выбрасывается за борт, она дрейфует, точно так же, значит, привязанная концом к плату. Морская вода под действием солнца испаряется, конденсат осаживается на стенках вот этих вот наружных и вниз уже скапливается вот в эту полость пресная вода. Понимаете, да? И там такая есть трубочка специальная. Можно оттуда там сливать, как-то пить и так далее. Опреснитель, да. Я ничего не забыл? Безопасный нож. А, безопасный нож. Ну, конечно, да. Безопасный нож это нож с тупым концом. Для того, чтобы не порезать припадки экспедиционного бешенства находящихся на плоту и не заняться каннибализмом. Вот. И заодно не порезать плот. То есть, это нож, у него тупой конец, как правило, такой вот формы. А он очень плавучий, да? Да, он плавучий, совершенно верно. У него просто режущая кромка для того, чтобы можно было по-моему, рыб потрошить. Ещё что-нибудь. Так, чего ещё, чего ещё? Губка для чего нужна? А, губка для чего нужна, да. Внутри плота скапливается конденсат, но и вода всё равно проникает. Так как эта вода солёная, она выпаривается. Очень такая агрессивная, концентрированная водно-солевой раствор делается внутри плота. Если какие-то ранки, порезы, там, особенно в условиях глухоты, это всё начинает разъедать, нагнаиваться, язва образуется. Губкой собирают эту воду, вот как бы там изо всех щелей, которые здесь есть, и выжимают её запах. Это как бы средство такой гигиены, внутреплота. Вот. Так, теперь к сигнальным средствам. Вроде всё, да? А, ну, конечно, ещё смотрите, плод, он снабжён световой сигнализацией. Это, в принципе, сигнальное средство. Здесь такой проблесковый маячок есть, который начинает сразу мигать, как только плод оказался за бортом и введён в действие. Батарейки хватает на несколько дней, как правило. На плоту нанесены световозвращающие полоски всякие, как правило, в виде там крестов, каких-то там полосок вдоль борта. Знаете, скотч-лайт такая вот штука, делают полоски на одежде, чтобы водители не сбили в темноте. Там, при минимальной засветке, они видны очень далеко. Платы тоже имеют сигнальную окраску International Orange, как правило, или красная. Но они достаточно далеко должны быть видны. Так, сигнальным средством и к радиосредственным переходим. Стираю, да? Платы, причем разные бывают совершенно. Бывают, они вообще очень маленькие, применяемые в авиации или на яхтах, они в виде чемоданчика небольшого. Точно так же вводятся в действие небольшое, там на два, на один, на два, на три человека только плотик раздувается. Сигнальные средства аварийно-спасательные. Аварийно-спасательные средства. Они универсальные. Сигналы подачи бедствия на море, они едины, они универсальные, они оговорены, оговорены, указаны в МППСС-72, сейчас, по-моему, да? Да. МППСС-Международные правила предупреждения остановения судов на море. Там все это оговорено, все экипажи всех судов, всех кораблей, всего мира их знают. Первое. Это парашютные ракеты красного огня. Это такая штука в виде такого цилиндра. Там всегда есть, если вам попадает какое-то средство непонятное в руки, всегда не полюбитесь, почитайте инструкцию. Там написано, самое важное, стрелочка написана направление стрельбы. Понятно, да? Второе. Написано, что как его приводить в действие? Как правило, это вот патрон такой, там отвинчиваешь крышечку, выпадает такая на веревочке либо колечко, либо шарик. Нужно, жестко закрепив этот патрон, под углом 45 градусов, чтобы по баллистической кривой запустить на наибольшую высоту, значит, дернуть, бабахнуть. Вылетает красная ракета, которая зависает на парашюте. Это основной сигнал бедствия, визуальный. Ракета красного огня на море – это всегда сигнал бедствия. Я бы, честно говоря, законодательно запретил пиротехнику красного цвета. Вот вообще просто, нельзя и все, не знаю, там, под страхом, не знаю, чего, тюремного заключения. Потому что во время новогодних праздников, во время каких-нибудь пьянок и так далее, если люди начинают шмалять в воздух ракетами красного огня, любой нормальный моряк, любой обычный человек воспринимает это как сигнал бедствия. Он обязан прийти на помощь и разобраться, в чем дело, как минимум. Ради бога, белого, зеленого, фиолетового, и так далее, но не красного. То есть, ракета красного огня – это всегда сигнал бедствия. Понятно, на спасательном плоту их там несколько штук ракеты. Второе – так называемые фальшфейеры. Фальшфейеры. Знаете, что такое? Это такая штука в виде пластикового цилиндра, как правило, с такой немножко в виде усеченного конуса, скорее, чем цилиндр. Внизу рукоятка такая вот рифленая, чтобы удобно было держать. Сверху крышечка. Крышечка свинчивается, оттуда вываливается то же самое веревочка с кольцом. Веревочку выдергиваем, поднимаем вверх и на месте, где крышечку вскрыли, отверстие, возникает факел. Факел красного огня. Красный цвет, цвет беды. Факел красного огня, фальшфейер красного огня, это тоже стандартное сигнальное аварийно-спасательное средство. Фальшфейер красного огня. Ну, факел, по-русски говоря. Это понятно, да? Третье. Дымовая шашка. Дымовые шашки тоже применяют в качестве аварийно-спасательного средства дым оранжевого цвета. Почему красный? А? Почему красный? Ну, не знаю, вот оранжевый цвет. Извините, Отоздать можно? Пожалуйста. Присо, пожалуйста. Дым оранжевого цвета, это тоже сигнал бестря на море. Четвертое. Я не помню, как они называются правильно, Дмитрий, не помнишь? Красители. Как они называются по-моему? Ну, краситель, у него какое-то матерное название есть специальное. В общем, смысл в чем? Вот произошла трагедия, как бы, корабль ушел на дно, спасательный плот или несколько спасательных плотов, скрепленных между собой. Всегда аварийно-спасательные средства скрепляются между собой, чтобы не разметало. Даже если люди в спасательных жилетах или гидротермокостюмах падают в воду, они всплываются вместе и закрепляются друг к другу, связываются, чтобы вместе держаться. Там несколько спасательных плотов болтаются. Есть специальный пузырек с красителем. Этот краситель открывается, краситель выливается в воду и образуется здоровенное красное пятно кислотного цвета, которое достаточно долго держится, не растворяется и при осуществлении поисково-спасательных работ с помощью летательных аппаратов это пятно видно достаточно далеко. Можно сразу узреть. Ну и гелиограф. Конечно же гелиограф. Самое интересное. Абсолютно бесполезная штука, но очень интересная. Особенно в наших широтах, где солнце, у нас оно же солнце. В общем, беда. Смысл в чем? Гелиограф. Стандартный гелиограф, штатный, положнякова выглядит следующим образом. Это такая книжечка раскладывающаяся и складывающаяся с дырочкой из хорошо отполированной нержавеющей стали зеркальной поверхности. Каким образом его используют? Вообще в качестве гелиографа можно использовать все, что угодно. Можно использовать зеркальце, можно использовать какой-нибудь хорошо отшлифованный нож или еще что-то. Все, что дает солнечный зайчик, можно использовать в качестве гелиографа. Смысл в чем? Вот вы находитесь на горизонте. Солнышко. Вы находитесь на поверхности воды. Вы терпите бедствие. Вам необходимо подать сигнал о помощи. Летит самолет. Вероятно, аварийно спасатель не который вас ищет. Вот он галцами туда-сюда, туда-сюда. Вы можете орать, вы можете махать руками, он вас не заметит. Делается следующим образом. Это наш глаз, это наша рука. В общем, берется вот солнце там, Я беру зеркальце, я ловлю таким образом солнце, чтобы направить его солнечный зайчик себе на палец. Раз я поймал на пальце солнечный зайчик. Дальше удерживая на пальце солнечный зайчик, я направляю его на самолет. Идея понятна? То есть солнечный зайчик я направляю на самолет и возможно пилот увидит этот блик. на поверхности моря. Это привлечет его внимание и возможно он нас заметит. Ну, честно говоря, я не знаю, я не слышал, чтобы таким образом кого-то удалось найти. По-моему, хрень полная, но не уметь. Вот. Стандартный гелиограф используется следующим образом. Через дырочку человек смотрит на самолет, при этом солнечный зайчик отражаясь от этого зеркальца он должен быть на дырочке. И таким образом совмещая, как бы изгаляясь вот этими двумя зеркальцами он пытается подать световой сигнал самолета. стандартный аварийно-спасательный сигнал бедствия он каким образом звучит? мэйдэй мэйдэй по радиотелефону по голосовым средствам связи а вообще сос сос на языке азбуки морза каким образом? три коротких кредитных совершенно верно три точки три тире три тачки если вы в темное время суток находитесь где-то я не знаю даже вас на остров в Финском заливе проходящий мимо корабль всегда отреагирует ну если там нормальные люди как бы на вот этот сигнал если вы начнете подавать его фонариком либо фонариком просто как бы кнопочкой нажимая понятно да? три точки три тире три точки вот либо если фонарик постоянно светит это можно делать ну ладошки понятно да? вот это нужно знать это международный сигнал бедствия так по сигналам что еще это уже наверное больше когда у вас судовая практика будет следовать подрабатывать но вы должны знать что для любых проходящих судов и кораблей и летательных аппаратов открытое пламя на борту судна является сигналом бедствия то есть если у вас ничего нету уже все аварийно-спасательные средства израсходовано радиосредства сели батарейки и так далее берется какое-нибудь ведро туда накидывается ветошь значит туда наливаются солярки поджигается это все это горит и любой проходящий мимо судоводитель как бы увидев это изобразие на вашем корабле он придет вам на помощь какие еще сигналы бедствия бывают на кораблях корабль подымает если он уже в дрейфе если экипаж полуживой никаких сигналов подавать не может корабль вывешивает два флага международная как называется ММС МСС международный свод сигналов значит флаг да нет это новембр чарли новембр чарли новембр это значит красная полоска красная нет это шашечки шашечки а шашечки да все правильно извините это значит голубые шашечки на белом поле а чарли наоборот значит красная полоска два белых просвета и синее поле вот это сигнал бедствия тоже будет однозначно воспринято с уговорителями как сигнал бедствия еще подымается фигура из флага и шара насколько я помню да любой квадратный флаг да любой квадратный флаг квадратный флаг любой абсолютно это могут быть вообще футболка трусы и какой-нибудь мячик вот если вот эта фигура поднята на мачте судна или корабля это тоже воспринимается как сигнал бедствия что там еще регулярные выстрелы из пушки насколько я помню медленное опускание а да да совершенно верно если вы на лодке или на борту корабля стоите и вам нужно подать сигнал бедствия вы стоите делайте следующее полетели запомните этот жест не дай бог пригодится понятно да если вы видите это что человек стоя там на борту не знаю какой-нибудь рыбацкой лодки делает таким образом это он не сушит руки это он не разминается это значит ему нужно помочь такие вещи надо знать понятно ну это все нужно отрабатывать на борту это все нужно будет отрабатывать на практике так по аварийным сигналам звуком да непрерывный звук прерывный звук длительностью более в общем если корабль долго-долго гудит без причины это значит это не без причины да совершенно верно так по радиосредствам на спасательных на спасательных плотах на шлюбках спасательных всегда имеется на современных два вида радиосредств первое это спутниковая система подачи сигналов бедствия она или вводится в действие автоматически когда плот сам надувается и включается или необходимо ее включить как правило это такой контейнер желтый или оранжевый с антенной который не тонет который водонепроницаемый ну и там тоже на нем инструкция там или нужно веревочку выдернуть туда батарейку есть такая батарейка дымок старая туда просто воду наливаешь батарейка начинает работать или он сам по себе включается это типа трекера типа трекера спутникового который из любой точки земного шара мирового океана на спутник подает сигнал спутник инмарсат по-моему сейчас используется и соответственно поисково-спасательные службы государств которые входят в договор инмарсат они начинают осуществлять поиск пострадавших вот и второе как правило есть маленькая радиостанция типа оки-токи ну вот обычная радиостанция с фиксированной частотой на которой осуществляется радиообмен в случае поисково-спасательных аварийно-спасательных работ то есть если вы видите что пролетает самолет над вами вас не замечает при помощи этой радиостанции нужно начать вызывать экипаж вызывать экипаж опять-таки мэйдэй-мэйдэй ну и так далее и тому подобное так теперь это мы с вами разобрали основные аварийно-спасательные средства сигналы бедствия которые имеются на судне или на корабле а шлюпка шлюпка значит шлюпка это тот же спасательный плод только как бы такой стационарный большой и жесткий то же самое точно так же она комплектована только только на тревоге ее нет на тревоге есть маленькая лодочка тузик которая используется в принципе может использоваться как спасательная шлюпка но весьма ограничена так скажем так по этой части вопроса вопроса нет это хорошо теперь давайте поговорим об вашем индивидуальном снаряжении что нужно иметь обязательно члену экипажа находящегося на борту и в плавании значит первое пишите документы и мобильный телефон гермоупаковки водонепроницаемой упаковки у меня такой образ жизни что я просто вообще документы вне водонепроницаемой упаковки не ношу вам рекомендую тоже второе постоянно при себе на кармане или еще где-нибудь иметь фонарик для чего? кто мне скажет? ну сос подавать это здорово конечно но представьте себе видеть а вот днем например где ты будешь что видеть? на корабле для чего нужно? из внутреннего помещения допустим при выключенном свете ну грубо говоря какая-то судовая судовые какие-то работы производятся гаечка укатилась в трюм и вы задолбаетесь это без фонарика искать понятно да? а носиться и как бы клянчить фонарик или не дай бог там сжигалкой пытаться себе где-то подсвечивать в районе туплиной системы вообще как бы не желательно понимаете да? так фонарик написали третье нож нож должен быть не складной не бармалейский вполне маленький гражданский небольшой нож но нож должен быть всегда то есть ну в работе моряка без ножа делать вообще нечего постоянно возникает необходимость отрезать веревку какую-то что-то там чопик выстругать какой-нибудь нож это я не знаю ну продолжение руки почему не складной складные ножи во-первых не складной нож он всегда готов к действию его вытащил и все начинаешь работать если ты где-то висишь или держишься за веревку одной рукой не всегда есть возможность открыть одну нож это во-первых навык во-вторых нож должен быть специально иметь устройство для открытия одной рукой они менее надежны и если руки замерзли вообще там руки мокрые ну открывать нож главное совсем не обязательно выпендриваться там какой-то навороченный нож себе покупать вполне достаточно строительных ножей знаете такие в пластиковых ножнах дешевенькие строительные ножи которые продаются везде-везде это точно не холодное оружие это точно как бы копеечная вещь там утопили купили новое и все так про нож сказал а третье гермосумка а источник огня напишите себе обязательно тоже не промокаем в упаковке или зажигалка которая вода по барабану что же нужно жить всегда с собой всегда да гермоупаковка значит что такое гермоупаковка видели гермо-баулы все или нет гермомешок гермомешок гермо-баулы гермомешок это такой здоровенный цилиндр с дном сделанный из водонеприцаевого материала это как правило поли-винил-клорид или как называется полиэтилен ну такой вот полурезина полу-пластик значит сверху у него есть как правило на фастоксе защелка туда складывайте вещи которые не должны промокнуть далее обжимаете хорошенько чтобы воздух оттуда ушел потом это все заворачивается вот так вот здесь вот это все защелкивается ну напишите гермоупаковка должна быть сейчас я объясню для чего а потом погуглите или там займите в туристический магазин вам это покажут гермоупаковка нужна для следующего у вас при покидании судна в аварийной ситуации вы не сможете взять с собой все свои вещи это понятно да то есть вы представляете маленький спасательный плотик и все туда своими там рюкзаками баловыми пытаются щемануться это нереально гермоупаковки в аварийном мешке должно быть следующее это сменная одежда прежде всего термобелье напишите это важно термобелье ваша индивидуальная аптечка по идее Камильфо иметь свой индивидуальный неприкосновенный аварийный запас это какие-нибудь шоколадки это бутылочка воды средства розжига там запасные батарейки и небольшой вот этот вот гермомешок он должен находиться постоянно рядом с вами где-то то есть отдельно от ваших вещей это не значит что как бы объявлена шлюпочная тревога всем надо сваливать вы начинаете судужно в гермомешок напихивать то что как бы вам пригодится он должен как спас жилет где-то рядом находиться с вами в чем прелесть гермомешка даже когда вы погрузились на спасательный плот все гермомешки обладают положительной плавучестью просто на фале ваши гермомешки выкидываются за борт привязанными понимаете да и они болтаются колбасой вы компактно располагаетесь в спасательном плоту всегда можно подтянуть что-то там достать с кем-то поделиться ну и так далее это понятно да по индивидуальному снаряжению наверное все так теперь по судовым тревогам по судовым тревогам по борьбе за живучесть немножечко какие виды судовых тревог бывают с какими опасностями они связаны и какие действия осуществляет экипаж по судовым тревогам первое это общая судовая тревога имеется ввиду следующее случилась какая-то нештатная ситуация или есть к ней предпосылки капитан или вахтенный офицер объявляет общую судовую тревогу по этой команде что необходимо сделать необходимо схватить индивидуальные спасательные средства и собраться всем в ранее оговоренном месте на триумфе мы все собираюсь на палубе общая судовая тревога так как триумф корабль ну небольшого размера подается голосом то есть достаточно сильно заорать чтобы в любом помещении триумф у вас было слышно на больших судах кораблях она подается звуковым сигналом я не помню каким Дмитрий колокол громкого боя дублируется по трансляционной сети по общей судовой тревоге я еще раз говорю вам нужно схватить свои спасательные жилеты и прибыть в место сбора далее капитан объявляет вводную дает указание есть такая штука расписание по тревогам называется это один из основных документов на корабле и судне расписание по тревогам как оно выглядит вообще как бы комильфон на достаточно больших как бы навсредствах в судах кораблях имеет книгу расписания куда складываются все расписания расписание по тревогам это такая таблица которая вывешивается на видном месте как правило в кают-компаниях в кубликах там и так далее где написано что каждый член экипажа в случае какой тревоги осуществляет здесь перечень тревог там общесудовая тревога пожарная тревога какие там они еще бывают борьба за живучесть борьба за живучесть борьба за живучесть ларм ликвидация аварийных разливок нефтепродуктов шлюпочная тревога и человек заборки и человек заборки да конечно ЧЗБ вот это перечень тревог здесь члены экипажа расписаны или должность указывается там старпун боцман кок там не знаю кто еще матрос или если экипаж не большой то пишет Вася Маша Оля опять вот и расписываются действия которые при каждом виде тревог кто-то должен совершить там например Оля хватает огнетушитель номер один и бежит с ним на бак понятно да Маша хватает огнетушитель номер два и бежит с ним на ют ну и так далее а сейчас мы сами эти тревоги разберем понятно что такое расписание по тревогам эта штука должна быть и ну как бы формально камильфо то что называется и неформально при инструктаже членов экипажа при отработке учебных вопросов водных поваренно-спасательной подготовки она должна как бы у каждого быть в голове и в метании бега крика и так далее каждый человек знает что он хватает куда бежит и что делает ясно да так общей судовой тревоги вопросов нету далее будем разбирать тревоги по полочкам пожарная тревога а сейчас еще одна тревога добавилась пиратский захват но я не знаю это актуально или нет вы знаете это актуально давайте хорошо как называется пиратский захват не дружественная проникновение работа не дружественно организованной проникновение нам будет. Так, пишем изружественное. Поникновение. Инспектор Гимс попытался подняться на борт треугольника. Но экипаж был обучен! Сработали четко. До сих пор в канатном ящике сидит. Так, пожарная тревога. Пожар на корабле это ужас. Это трындец. Вы представляете, что вот тот единственный участок мира вашего не приведи господи. Он охвачен огнем и бежать можно только в воду. Ужас. К мерам пожарной безопасности на судах и кораблях относятся предельно пристрастно. К чему они, как правило, сводятся? Ну, то, что нельзя курить в неположенных местах, пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся всякие вещества и так далее недолжным образом. Это понятно. Первое и самое важное. Каждый обязан уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Прямо напишите. Каждый член экипажа обязан уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. На Триумфе есть пожарная помпа? Я не помню. Помню, нету, да? Только огнетушители. Огнетушители и забортная вода. Прекрасно. Этого достаточно. Как пользоваться огнетушителями? Какие виды огнетушителей бывают вам рассказать? Или не надо? Это, наверное, нужно на практике. Это важно, да. Вообще это мы отрабатываем на практике. Но смысл в чем? Опять-таки, инструкция вам в помощь. И гугл вам в помощь. Вы можете посмотреть, какие виды огнетушителей существуют. Огнетушители приводятся в действие, как правило, следующим образом. Там имеется кольцо ЧК и рычаг, который запускает огнетушитель. Огнетушители, ну, самые лучшие, как показывает практика, порошковые. Они действительно тушат достаточно, скажем так, большой площади интенсивности очаги возгорания. Углекислотные огнетушители, вообще, это прикол, я вам скажу. Если вы не успели сбить огонь углекислотным огнетушителем, если вы продолжаете тушить углекислотным огнетушителем, когда давление в нем упало, он раздувает планы. Я сталкивался с этим проблемой. Это офигенно вообще. Это очень интересно. Знаете, вот над шашлыком машешь, вроде погаснуть должно, но он, наоборот, раздувает. Углекислотный огнетушитель – это зло, сразу говорю. Это в замкнутых объемах для тушения электроустановок, там, ну, таких, как бы, более сложных пожарок. Порошковый огнетушитель – самая хорошая вещь. И забортная вода. Забортная вода, ну, что нужно делать? Нужно зачерпывать ведром с концом, как бы, затаскивать на борт и заливать. Заливать, заливать, заливать источник пожара. В принципе, я не знаю, вот какие вопросы могут быть по пожарной тревоге. Это нужно отрабатывать на месте. Это нужно раз 10 пробежать по маршруту, там, сьюта на палубу, там, в трюм и так далее. Раз 20 стукнуться головой, там, у переборки и так далее. Вот. И... Да, совершенно верно. Тогда с закрытыми глазами в условиях задымления или отсутствия видимости вы будете это делать и тогда можно говорить о том, что вопрос по пожарной тревоге отработан. Наверное, это уже на треумфе, да? Да, можно еще заметить, наверное, что минус шуты часто используются для того, чтобы пробить себе путь на руру. Может использоваться. Не столько для тушения корабля, как спасения корабля, сколько для спасения своей жизни именно пробивания пути на руру, если происходит там задымление или пожар на пути из кают. Я согласен, но на треумфе я с трудом представляю места, где можно пробивать и путь от натушителя. На каких-то яхтах, например, там тоже самое уху, на котором иногда выходим, там из носа в кокпит получается довольно-таки длинный проход. И если в кают-компании образовался какой-то очаг возгорания, тогда как раз, чтобы выбросы из носовых кают, он может понадобиться именно да, согласен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok